Вот смотри, что интересно, как всегда перед съемками, стараюсь поговорить с людьми, которые знают нашего героя, знали его раньше. Это первые случаи Дьяконова, когда не то, что слова дурного не было сказано, просто чисто еле-елился, говорит, увидите Борю, скажите, что мы его любим. Надо будет, наверное, передать, что они его действительно любят. Меня поразило, что он родом из Свердловска, да, и должен быть приблизительно на год к всем этим бандосам Екатеринбургским. А он пастором там работал, и церковь методистов, вот эта американская, началась и с Свердловска. Мне кажется, город этот, это какая-то парадоксальная с временем, пространством штука. А мне кажется, никакой парадокс, очень русская история, где и церковь, и бандиты, и технологии, и все это вместе, и в одном человеке. Очень характерно. Привет, меня зовут Борис Дьяконов, сооснователь банка и сервиса для предпринимателей Точка, английского сервиса Анна Майни. Люблю яхты, люблю море, люблю путешествовать, люблю людей, люблю создавать сервисы, которые делают мир удобнее. Добрый день, друзья, приветствую всех на шоу «Первый миллион» программы о первичном накоплении капитала на канале 1С Битрикс для бизнеса. С вами я, Денис Самсонов, мой коллега Павел Кушлев и наш гость из далекого Лондона Борис Дьяконов, который попросил его представить как сооснователь банка Точка. И из этого я сделал вывод, что, наверное, Борис уже не является человеком, задействованным в оперативном управлении этой структуры. Это верно? Я по-прежнему то, что в Точке называется лидлинг якорного круга, но это больше такая стратегическая роль. И в совсем оперативные вещи вмешивался очень чуть-чуть, просто когда коронавирус, карантин, вот эта вся история начиналась. А так, да, так ежедневно не вовлечен. Ну и, собственно, второй вопрос, который я хотел задать в самом начале. Если вы представляетесь как человек, связанный с Точкой, почему мы сейчас общаемся с Лондоном, а не с Екатеринбургом или не с Москвой? Правильнее было бы с Екатеринбургом. Я раньше жил в самолете на несколько мест, но, в общем, сейчас карантин застал там, где застал. У нас с партнером, с которым мы развивали Точку, с Эдуардом Пантелеевым, есть еще один бизнес. У нас, точнее, их несколько, но еще один, который в Лондоне, стартап под названием «Анна». И операционные усилия такие ежедневные у меня сейчас в Англии. А давайте тогда начнем не с Лондона, а отмотаем время назад и, что называется, от печки станцуем. Вы человек, родившийся даже не в Екатеринбурге, а в Свердловске, родом из Советского Союза. Свердловский Екатеринбург для нас, по крайней мере, в переходный период – это что такое? Это общество самой организованной и самой развитой преступности. Все мы помним знаменитые аллеи. Но это уже потом было. Ну да-да, но это просто к вопросу об атмосфере. И при этом вы, я так где-то видел в одном из интервью, начали работать очень рано и в больнице. То есть я так понял, что Свердловск дал нам таких, я даже не знаю, людей, стремящихся к святости, с одной стороны, а с другой стороны, агрессивно пытающихся отнять последнее нажитое. Вы в этом спектре, судя по первой работе в 14 лет в больнице, как раз к святости изначально стремились. Это что такое? Это семья? Нет, я очень, я читал в детстве книжки про врачей, потом что-то в детстве достаточно много времени провел по больничкам. И меня как-то очень-очень притягивала профессия врача. Я думал, что, ну вот, клёво, и, наверное, у меня получится. И это я официально с 14 лет работал, а неофициально, по-моему, с 12 пристроился помогать в больнице, в кардиоцентре. И как-то осваивать профессию с низов. Если я вопрос, заданный моим коллегам, коллегой перефразирую попроще, а кто ваши родители? Я нигде не нашел о них информации. Что это за люди, какое воспитание вы получили? Хорошее воспитание, строгое получил. Мама, у меня музыковед, всю жизнь проработала в филармонии, а папа всю жизнь проработал младшим научным сотрудником в Институте экономики. А когда началась перестройка, он, когда только вот начались выборы, он был депутатом райсовета, горсовета, его трудовой коллектив выбрал, как самого такого активного борца за справедливость. Потом он был сопредседателем, мне кажется, ныне запрещенного в обществе мемориал, помогал репрессированным, восстанавливал историческую справедливость, был председателем антифашистского комитета. Так что вот я в какой-то такой семье вырос. Простите, но хорошо, не святость, но справедливость даже в родителях видно. А каким образом следующий шажок был сделан? Вы же каким-то образом довольно рано пришли в церковь? Да, у нас один из учителей в школе переводил, а Свердловск был очень закрытым городом, иностранцев вообще не пускали, и одни из первых иностранцев, которые приехали, это были методистские миссионеры. И он их переводил и позвал своих учеников, говорит, ну хоть послушайте, как настоящие американцы разговаривают. Я пришел послушать подросткам, и мне очень понравилось. Я до этого увлекался философией, пытался разобраться в религиозной философии русской 18-го, ну 18-го века. И когда услышал что-то такое очень понятное и незамутненное, простое и практичное, мне это очень-очень понравилось. Вот эти идеи, которые вы в те годы подчеркнули, мы знаем, что вы какое-то время и были формально сотрудником в церкви, пастором, если так можно сказать корректно. Эти идеи, насколько сильно они сформировали вас и как человека, и как предпринимателя, и это уже в прошлом, или это все еще с вами? Как сформировали, я не знаю, это, наверное, другим судить. По поводу идеи, они же тоже, если они однажды появляются, мне кажется, они всегда так или иначе как-то со мной в когнитивном поле. Но вера, вера и сейчас со мной. Но имеется в виду, что какие-то принципы основные, как кажется, вы их пронесли через всю свою жизнь. Я так понимаю, что обучение в Луизиане, в колледже, это же тоже частично с помощью методистов, да, как-то было устроено или нет? Если вам так кажется, наверное, так оно и есть. Да, в Луизиане я учился, там была половина стипендий от церкви, а половина стипендий от самого колледжа. А потом вы вернулись, и вот тут очень интересный момент. Вы вернулись, и некоторое время были пастором, и одновременно работали в банке, а потом будто бы по щелчку стали банкиром. Расскажите, что это за щелчок? Или, может быть, банк тоже был какой-то методистский, прости господи? Не-не-не, банк был, с одной стороны, самый обычный, с другой стороны, наверное, самый интеллигентный и технологичный из того, что тогда было на Урале. Да и, наверное, вообще в России. Его возглавлял профессор Фролов, он так любил ко всему научно и методично подойти, он кибернет-математик по образованию. Это все очень сильно отличалось от большинства банкиров того времени. Работу в банке я нашел случайно, я не хотел идти в банк вообще ни за какие коврижки. Но параллельно с пасторским служением я хотел найти какую-то подработку, чтобы не быть обузой для церкви, для прихода и, наоборот, иметь возможность что-то отдавать, жертвовать и быть достаточно независимым. И дальше я пытался устроиться в сотовый оператор, системным администратором, потому что я такой этот был айтишник-самоучка, и меня не взяли. Я там даже на две вакансии подавался, меня на обе не взяли. И что-то от безысходности согласился подхалтурить на полставки, на четыре дня в неделю, помочь банку тогда сделать веб-сайт, интернет, создать внутреннюю сеть. Ну а дальше, в общем, все и понеслось. А потом, через несколько лет, в церкви попросили, чтобы я переехал в Москву, и чтобы отказался от светской работы. Потом, кстати, это правило отменили через год или два, но на тот момент мне показалось неправильным делать ни первое, ни второе. И вы стали банки. Я не стремился стать банкиром, мне нравилось создавать технологии, которые меняют то, как люди ведут дела. Я начал получать просто мощные эндорфиновые всплески от того, что раньше люди все как-то через задницу делали, а ты что-то сидишь, думаешь, придумываешь, с коллегами создаешь продукт, пишешь куски кода, и у тысячи людей жизнь меняется. Они получают возможность делать то, что они раньше делать вообще никак не могли. Ну и плюс вся тема с технологиями меня прям завораживала. И тогда я просто стал этому больше времени уделять, а потом меня позвали перейти в другой банк. Если Северная казна была на первом месте в рейтинге банков в Свердловской области по всем показателям, то мы с Сергеем Лапшиным, который был мой начальник в казне, перешли в самый маленький банк, ведущий активную загробную жизнь с амбицией сделать его очень крутым, очень технологичным. И так, в общем, и даже тогда я не планировал быть банкиром, мне просто нравилась возможность там с нуля собрать весь технологический стак. А вот это, конечно, обидное место, потому что можно было здесь посильнее потоптаться. А мне с самого начала было интересно. Он же вообще гуманитарий-гуманитарищ. Он философ и религиовед, судя по всему, и вдруг Тедымс приходит в банк работать программером. Тебе это не показалось странным? Ну, он сказал, что он самоучка. Я, конечно, хотел спросить, откуда. Но ты там увел разговор. Но это, конечно, вообще совершеннейшая фантастика. Чувак из Свердловска, который в 11 лет подрабатывал, я не знаю, в госпитале каком-то, я так понимаю, микронянечкой. Потом заинтересовался в философии. Потом его методисты увезли обучать в Америку. И он вернулся почему-то уже банковским практически программистом. Слушай, не все такие искусственные люди, как мы с тобой. У некоторых бывает какая-то интересная биография. Это этот самый случай. Ваша христианская этика и ваши позиции бизнесмена, в общем, мы предполагаем, что бизнес довольно жесткая штука. Иногда бывает. Они никогда не вступают в противоречия? Я даже не то чтобы случайно специально не занимаюсь декларацией какой-то этики, потому что этика же такая личная штука. Мне просто очень нравится определение. Я не помню, у кого я его своровал, но точно у кого-то своровал. Это то, что когда ты утром просыпаешься, должно быть не стыдно смотреть в зеркало. Ну, это здорово. А скажите, все-таки, вам не стыдно смотреть в зеркало сейчас? Видимо, было тогда. Но, еще раз возвращаясь, это был Свердловск. Известный Екатеринбург, известный на всю Россию своими бандосами. Вот прошло сколько? 30 лет, я до сих пор и все, и тем более в Екатеринбурге, все помнят Уралмаш, еще чего-то. Как вы в этой атмосфере смотрели в зеркало? И вообще вы сталкивались с этими ребятами? Наверняка же. Мы с ними... У меня был первый вопрос. Я когда еще в казну устраивался, я слышал... Короче, я пропустил становление всего бандсообщества, пока в Америке учился. Я просто не знал этих людей, фамилий. Приехал сразу, начал на работу ходить, еще что-то делать. Но я когда устраивался еще в самом начале в Свердловске казну, я у всех спрашивал, типа, точно не с бандитами это все связано? Мне говорили точно, ну, расслабился. И дальше как-то жил в мире, где это все происходило в параллельной вселенной, потому что у Сергея Лапшина была очень простая идея, что надо держаться от государства, от бандитов как можно дальше. И работать на так называемой ничьей земле, на рознице и так далее. Но потом, по-моему, это был четвертый или... Ну, около четвертого года на Банк 24.ру случилась рейдерская атака, и мы прям столкнулись со всеми этими бандитами лицом к лицу. Они оказывали, ну, там, всякое давление, и, по сути, из нас денег выбивали. Это была очень-очень стрёмная, очень неприятная история. Я тогда, в общем, пошёл в интернет читать, кто все эти люди, которые стали нашими оппонентами. Ну, офигел. Потом мы столкнулись, там была ещё такая нижнетагильская группировка, и у нас были акции, которые мы купили из завода, где директора убили на охоте, и эти же люди звали меня с ними на охоту сходить, в общем, недвусмысленно намекая, чем она закончится. Там был период каких-то очень лихих времён, когда с этим совсем пришлось, с этим, ну, прям, злом, я иначе не скажу, пришлось столкнуться. Как справились, что помогло? Там помогла просто беспрецедентная смелость Сергея Лапшина в то время. Он закусился, он решил не прогибаться, и помогло в то время, стала создаваться вертикаль власти. И был момент, что, в общем, милиционеры, многие на этот Уралмаш работали, но тогда появилась федеральная милиция, тогда ещё милиция, у которой, похоже, была очень твёрдая сформулированная задача эти группировки разбомбить. Они приняли наше заявление? Они совсем позади, всё, вот никаких следов и каких-то последствий от этой истории уже сейчас вы не ощущаете? Сейчас нет. Мне кажется, что тогда власть по крайней мере в той ситуации с такой фундаментальной зачисткой исправилась. Борис, у нас программа про первоначальное накопление капитала, и нам всегда очень интересен этот момент квантового скачка, когда человек из студента, не знаю, грузчика, выпускника университета вдруг становится миллионером. В какой момент вы из выпускника Американского колледжа превратились в одного из ведущих российских банкиров и в одного из ведущих предпринимателей? Где вот этот скачок произошёл? Там история была примерно такая, когда я просто спокойно работал в Северной Казне на зарплату, делал сайты, и по тем временам неплохо платили. И когда Сергей Лапшин позвал в Урал Контакт Банк, это был большой риск. И изначально меня не звал как партнёра, не звал как соакционера, речь шла просто о том, что я буду одним из многих, кто поможет сойти инфраструктуру, и мне это нравилось. В процессе переговоров он договаривался с человеками с двадцатью, кто придёт этот Урал Контакт Банк тогда поднимать, а его все кинули. И все решили не ходить. И мне так тогда обидно стало, думаю, ну все кинули, ну это же как-то нехорошо, я же так не буду делать. И я, по сути, один, кто пошёл с ним в самом начале. И это было очень клёво, потому что там образовался большой фронт работ. Вместо того, чем я планировал заниматься, надо было вообще заниматься всем подряд. И там розница, и тем, и всем. И мы с ним договорились, кто что будет делать. И я побежал какие-то эти штуки делать. И он мне тогда предложил стать соакционером. И позже доля ещё увеличилась. И так вот я стал соакционером банка. Притом, это же, в общем, не гарантирует денег. Что тогда ещё? Нам очень повезло, тогда рос суверенный рейтинг России. И я к этому был непричастен, но ребята очень успешно отработали на бирже, на росте рейтинга, на суверенном долге. И мы как банк в целом очень много заработали. И мы большую часть этих денег после этого, можно сказать, проинвестировали, можно спустили, инвестировали в розницу, в офисы, в развитие. И потом это всё очень долго ещё пришлось отрабатывать. Но вот первые шаги были такими, то есть переводя на русский, просто случайно. Ну, то есть сначала бандитов бог отвёл, а потом привёл, собственно, или наоборот, да, привёл к какому-то... Там наоборот. Мы вначале заработали, потом тут же появились бандиты, да, в общем. Ну, неважно, кто-то как будто бы вёл по жизни, а... Ну, тогда всё-таки мирской вопрос, простите. А когда реально... Вы поняли, что у вас в руках очень много денег? Ну, по крайней мере, по вашему разумению, никогда столько не было? Ой, это... Это я прям очень помню этот момент. Был период в районе 2007 года, по-моему, когда банки торговались чуть ли не по 3-4 капитала. И я помню, мы взяли наш капитал, все активы. Я сейчас понимаю, что мы вообще безумно неправильно всё считали, но мы всё посчитали, потом умножили на 4 и подумали, вау, если это сейчас продать, это просто какие-то бешеные деньги. До пенсии надо не работать. Но потом мы думаем, ну, надо нам просто ещё чуть-чуть потерпеть всё такими темпами, мы через 2 года будем стоить в 2 раза дороже. И я прям... Я аж дурной был, аж спина расправилась. Я думаю, вот я теперь столько стою, это же вот такие большие деньги. Притом понятно, что их никто в руках не держал, но в голове уже успели их чуть ли не потратить. Мы там на полном серьёзе думали самолёт купить, ещё что-то. А потом случился набег вкладчиков, и там был большой банкопат на Урале в 2008 году. И тогда мы выяснили, что всё, что мы думали, стоит миллиарды, стоит ноль. Борис, я правильно ли услышал ваш ответ, потому что это настолько невероятно, что в это сложно поверить. Через нашу студию прошло некоторое количество успешных и состоявшихся людей, и вы, кажется, первые из них, кто объяснил причину своего богатства словом, ну, просто повезло. Действительно, вот это везение сыграло решающую роль? Думаю, да. А вот это прям потрясающий момент, я искренне тронут, потому что все наши предыдущие гости на этом вопросе надували щёки и говорили, что я заработал свои деньги упорством, трудом, какими-то сверхспособностями, ну, ну, просто повезло, вот попал в нужное время, в нужное место, что, кстати говоря, наверное, в 99 случаях правда. Я думаю, что так и есть, более того, он и во всех интервью так говорит, это не то, чтобы он раскрылся. Но, конечно, я вот себе это придумал, что как-то его путь связан с тем, что он заинтересовался философией религии и как будто бы бог его ведёт. И что-то к нему там по пути прилипает. Ну, и скромность, она, как известно, порча всякой гордости, что мы в этом комментарии наблюдаем. Наверное. В случае, когда вы столкнулись с обманом, когда вы столкнулись с некорректным поведением бизнес-партнёра или, что, наверное, чаще бывает, сотрудника, вы прощаете или наказываете? Вы склонны забыть или вы склонны запомнить? Вообще, что правильно, кстати говоря, в данной ситуации? Я, честно, не знаю, что правильно. Есть ситуации, где мы как-то очень строго себя ведём и правоохранительные органы всё несём и в суд идём. Есть ситуации, ну, это простая ситуация, когда деньги украли. В конечном счёте не у нас украли, у клиентов украли. Это просто вопрос того, что такие штуки нельзя допускать. Это в первую очередь про ответственность перед клиентами. Но есть такая пословица, я сейчас, наверное, перевру, но она звучит примерно так, что один идиот вилкой укололся и сейчас все в столовой котлеты ложками едят. Это про то, что компании часто создают правила, исходя из самых-самых дурных сценариев. Исходя из того, что кто-то когда-то повёл себя не так, и теперь все вынуждены страдать. И выбор, который у меня всегда я себе задаю, продолжу ли я после этого доверять. И иногда прям приходится себя заставлять и следить за тем, чтобы остальные не страдали из-за того, что кто-то решил вилкой уколоться. Простите, а у меня есть продолжение чуть-чуть про доверие и снова про ваше методическое прошлое или настоящее. Мне почему-то кажется, что то, что вы в своих компаниях вели вот это народовластие, охлократию или как она там называется, это отражение каких-то подростковых исследований в области философии, а потом того, чего вы наслушались и научились у методистов. Это оправдывает себя? Вас часто обманывают внутри, может быть, даже не напрямую не воруют, я имею в виду, обманывают в ожиданиях люди, которым вы доверили отчасти быть руководителями самих себя? Когда я исповедовал и практиковал очень-очень директивный способ управления, я был разочарован гораздо чаще. Давайте поговорим про технологии. Есть у меня возможно субъективное ощущение, что Россия в области финтеха является, ну если не глобальным лидером, то около того. Это правда и если да, то с чем связано? Это когда-то было так, я не уверен, что это в ближайшее время будет так. У России было очень большое преимущество, в России банковская система позже появилась, в развитых странах куча банковских систем до сих пор на мейнфреймах живет, и там протоколы реально до сих пор под перфокарты сделаны. и в ситуации такой догонять людям гораздо, гораздо, гораздо сложнее, потому что им надо кучу всего менять, это там миллионная база клиентов и все. В России все просто стало появляться чуть позже. Самый большой вызов был Узбера и он его заканчивает преодолевать. Вот это известная шутка, где карту получали, где карту там получали, там и продлевайте, это, к сожалению, просто тяжкое эти наследия. Но в большинстве своем российские банки этого груза прожитых лет и накопленных мейнфреймов не имели. И поэтому все получили достаточно свежий старт. Но даже Америка несчастная до сих пор не может с магнитных карт соскочить. Там чипа особо не было в России, но там чип был практически сразу. И это в какое-то время дало очень хорошую возможность. С другой стороны, в России нет экосистемы для финтеха, уже, похоже, в ближайшее время не будет. И здесь мы начали отставать. А что такое экосистема финтеха? Это когда есть достаточное количество инвесторов, когда есть достаточное количество независимых игроков, когда любая компания, которая хочет поиграть в финтех, может прийти и найти себе банк-спонсор, подключиться к нему как к инфраструктуре. Вот всего этого нет. Вы не работаете частично на то, чтобы, если не стать целиком такой инфраструктурой, но, по крайней мере, часть этой функции взять на себя, я имею в виду ваш банк? У точки был таким банком для Рокета и достаточно долго его процессировала. Это чуть другая роль, есть такой философский конфликт, ты свой бизнес развиваешь или помогаешь кому-то его бизнес развивать, это чуть разная направленность, надо заниматься или одним или другим. Точка планирует сделать так, чтобы компании смогли к ней присоединиться и пользоваться и свои продукты предлагать нашим клиентам. Это мы делаем. Но это не то же самое, что такая честная полянка для финтеха с инвесторами, потому что мы знаем, что в России есть две компании, которые так или иначе всех подряд покупают. Назовите их, это Сбер и... Мы можем назвать эти две компании. Да, 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 ну дальше в зависимости от отрасли, если речь идет о бизнесе, это 1С, если кто-то что-то другое, то это скорее Яндекс и в общем все. То есть вариантов выхода и роста у большинства фаундеров не так много. Вы сказали, как только ты достигаешь какой-то стадии, тебя тут же хотят купить. Вот есть история про то, как вас хотели купить. Насколько я знаю, Тиньков хотел купить и банк, и вас лично в качестве сотрудника. Не расскажете про это? Мне кажется, Олег об этом очень хорошо в своей книжке написал. Ну и в общем, не надо пересказывать книжки великого автора, я бы только внес одну корректировку. Это не потому, что мы выросли, а потому, что мы были в отчаянной ситуации, мы обсуждали сделку и вообще возможность того, чтобы Тиньков как банк, не как человек лично, вышел на этот рынок после того, как у банка 24 отозвали лицензию. Поэтому мы были не в стадии, когда мы были большие и великие, а когда мы были без ничего, кроме горящих глаз. Есть, опять же, легенда, возможно, это и не легенда, а правда в том, что Олег Тиньков сказал, что «ну хорошо, я не могу вас купить, тогда я просто воспроизведу в рамках своей структуры все те решения, которые являются вашими ключевыми преимуществами». Во-первых, это было или нет, ну хорошо, а если было, мы видим, что Тиньков действительно воспроизводит практически все то, что изначально отличало и 24, и точку. Удалось ли им это и остались ли до сих пор какие-то ключевые преимущества, что-то, что вы умеете и в России никто другой пока этого не делает? С огромным уважением реально отношусь и к Олегу, и к команде его, и когда мы выбрали, это не то, что он не смог, мы выбрали дружить дальше и развиваться с открытием, а не с Тиньков банком. После этого, да, там ребята закусились и сказали, мы сами сделаем, и позже, в общем, благодарили нас за то, что, ну как-то, примерно показали, рассказали, мне кажется, там сейчас все развиваются самостоятельно и независимо, и период, когда все так уж сильно друг у друга копировали, уже прошел, просто потому, что все уже все друг у друга скопировали. И, наверное, из важных вещей скопировать можно приложенку, нельзя скопировать ДНК компании. И ДНК у Тиньков и у Точки очень разные. А в чем, собственно, разница этого ДНК? Точка, как компания, вот в ее нынешнем виде родилась, когда группа людей сказала, блин, мы хотим что-то сделать, и вернуться в этот бизнес, а потому что нас там ждут клиенты, потому что нам клево работать друг с другом. И это был основной посыл. Ну, если, в общем, будут деньги в процессе зарабатываться, то, слава Богу. ДНК Тиньков, как компания, я не возьмусь описывать, мне кажется, опять же, кто-то другой это лучше сделает, но мне почему-то кажется, что там другое ДНК. Есть ли какой-то специфический клиент именно вашего банка, скажем, клиент Тинькова, и клиент Сбера, и клиент Альфы, и вы отличаете примерно, что вот этот бизнес, этот тип предпринимателя скорее наш, и нам с ним будет хорошо, и ему знаем будет хорошо? Так было, так было до недавнего времени, мы говорили, что наш предприниматель это тот, кто еще сам вовлечен в управление бизнесом, это еще не такая большая структура, это человек пассионарный, грубо, юноша или девушка еще не посидевшая с айфончиком, любитель технологий, ну что-то такое. Сейчас, сейчас все гораздо шире, по сути, наш клиент это тот, кто хочет для себя банк, кто хочет для себя сервис, который будет за него, при этом мы сейчас обслуживаем условно как таксиста, вынужденных предпринимателей, так и очень и очень крупные компании. Вы сказали, что вы сейчас занимаетесь в большей степени стратегическим управлением в точке, а не тактическим, и это очень интересно, в чем сейчас стратегия, какова стратегическая цель, к чему вы ведете банк? У нас одна из традиций это не рассуждать о планах. Понятно. Планы все-таки и стратегии это разные вещи, мы не говорим, что вы сделаете завтра, но у вас же есть какое-то видение на горизонте такого прекрасного банка, к чему вы стремитесь? Светлое, светлое будущее, и я бы уточнил, что у точки миссия делать мир удобным для бизнеса, и это чуть шире банка, и это про то, чтобы брать вещи, которые сейчас крайне неудобны, и делать их удобными, и мы видим для себя кучу возможностей в этом амплуа нарядно выступить. Борис, вот снова слово миссия, она, по-моему, не совсем бизнесовая, опять же, к вашим методистам каким-то уходит корнями. Вы гордитесь, что, по крайней мере, в прошлом году вы говорили, что вы сейчас самый большой банк для вот такого рода предпринимателей в мире, а это в числе, если исчислять, это что такое, это сколько этих предпринимателей вы как такси тысяч клиентов больше двух тысяч сотрудников, а слово миссия, оно из конституции холократии. Оно мне, кстати, раньше всегда очень не нравилось, когда его в бизнесе используют, я думаю, ну, не смешивайте божий дар с яичницей, ну, зачем? А выяснилось, что это очень важная штука, когда люди понимают, зачем они здесь и для чего они здесь. По-моему, у Симона Синека есть очень клевая книжка об этом, начни с вопроса почему, зачем, нафига. Вот, по большому счету, purpose, mission, миссия отвечает на вопрос нафига. Это прекрасно, а вот тогда у меня такой вопрос, нафига вы уехали в Лондон, если у вас в Москве и Екатеринбурге самый большой банк для предпринимателей, где есть миссия, есть какие-то ответы нафига, и я так понял из вашего разговора, из вашего объяснения есть перспективы. Нафига в Лондон? Мы с Эдуардом договорились вместе, вместе работать, и когда начали делать Анну, я вроде как участвовал, но издалека, и в какой-то момент стало понятно, что издалека помощник так себе, и просто надо понять, почувствовать, как все живет, и не создать нарядный сервис, находясь в Екатеринбурге, с пятичасовой разницей. Плюс я искренне верю, что точка в чем-то, не в чем-то, во многом переросла меня, и у меня основной драйв там сейчас, это видеть, как растут, развиваются лидеры, как компания существенно больше того, чем она могла бы быть, если бы я там сидел с утра до вечера за веревочки дергал, это мне ничего не мешает сейчас, хоть на лодке находиться, хоть в Лондоне, хоть на Луне. Борис, а вот на Луне сложнее, холодно просто. Кто такой Эдуард? Кто такой Эдуард расширенный? И Анна, я так понимаю, что это был британская версия точки, а потом это превратилось в абсолютно no-nonsense админ или что-то такое, да? Это что за админ? Это что-то, это что за админ такой, и что это вообще? Это чатик? Это умный чатик? Сейчас расскажу, да, с Эдуардом мы познакомились в 2008 году, он участвовал тогда в сделке по спасению санации Банк-24, и позже мы с ним вместе собственно начали трансформировать Банк-24 в такого диджитал-игрока для малого бизнеса, вместе делали, создавали, раскуривали проект Кнопка, и в общем мы все такие ключевые проекты делаем вместе, и он первый начал как-то искать возможности, нас вначале позвали, там в общем долгая история, чтобы ее сжать, нас позвали в Англию, и мы когда мы начали смотреть на рынок, рынок был шикарнейший, ужасный, и мы подумали, надо просто, даже если мы 30% точки скопируем, мы тут всех порвем, но мы очень долго раскачивались, и на рынке появилось множество игроков, и это даже наверное хорошо, потому что уже эволюционно видно, что точку копировать не надо было, и все, кто примерно по этому пути пошел, я думаю, они очень плохо кончат, а наш подход по итогу стал создать абсолютно нонсенс админ помощника, который выступает в виде бота, где-то в виде людей, который банк, и решает другие вопросы, связанные с бизнесом. А вот здесь конечно надо было наверное расспросить поподробнее, но давай я тебя расспрошу, потому что ты похожа про эту историю, знаешь больше, чем я, что это за Анна, и это что, это умный помощник, это чат-бот, это какой-то интеллектуальный банк 2.0 вообще что это? Ну такой нео-нео-банк, какая-то смешная история, они выпустили карточки, к которым привязан интерфейс в виде чат-бота, а еще эта штука мяукает, там у них какая-то маркетинг очень смешной было, якобы они отбирали мяуканье самой лучшей, самой кошачьей кошки, что-то такое, но смысл то в том, что где-то собственно Дьяконов говорил, что бизнесмену в общем, если он банковским делом сам не занимается, банк не нужен, ему нужно, чтобы от него отстали, чтобы за ним не пришли налоговики или еще кто-нибудь, какая-то штука, которая решает вопрос, я так понимаю, что там какой-то псевдоискусственный интеллект, просто чуть-чуть бухгалтер, чуть-чуть делопроизводитель, бумажки перекладывает за него и как бы все само делается. Интересно, знаешь, что они эти вопросы решают в Англии, где, но вроде бы говорят, очень разумное законодательство и там это в принципе не так сложно и хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, там как раз это сложно, именно там этот чат-бот решает задачи, которые в России не стоят. Я так думаю, что они привыкли, что там эти задачи, это стоит денег просто или времени. Мы просто не представляем, насколько Россия вперед ушла. Какая-нибудь точка, какая-нибудь кнопка, Тинькофф или даже Сбер сейчас решают большую часть твоих задач, а у них банки создавались столетиями и вот такие же дремучие. Ну, пустим, Диаконов поможет. У вас есть фраза, я читал ее в одном из ваших интервью, может быть, ее приписывают, деньги разрушают дружбу. И вас цитировали в контексте отказа вашего банка на каком-то этапе, в принципе, заниматься кредитованием бизнеса, вы занимались только обслуживанием, насколько я знаю, сейчас точка выдает кредиты. Что-то изменилось в вашем взгляде на взаимоотношение денег и дружбы и вот их возможности разрушить одно другое? Мы по-прежнему то, что называется брокерим, мы предлагаем чужие предложения, то есть мы понимаем, что люди все равно пойдут за деньгами. Поэтому у нас есть предложения на полке от Пети, Васи, от кучи игроков, разумеется, от материнского банка, от открытия. Мы помогаем людям удобно получить кредит, мы сами не кредитуем. У нас есть в процессе несколько предложений по финансированию, но это не кредитное предложение. А в более философском смысле я смотрю на вашу биографию и вижу, что вы за свою карьеру бизнесмена прошли большое количество сделок, выделили деньги, вы зарабатывали. Этот процесс, он может пройти для дружбы безболезненно? Я думаю, да. Тогда а можно вернуться все-таки к вашему админу без нонсенса? Как вы строите это такой не необанк, а нео-необанк, банк-бот, да, что-то такое, умный ассистент. Ну, расскажите, каким, по вашему мнению, должен быть, я не знаю, банк 2023 года, как вы, вот что вы строите? Или это секрет, и вы не хотите его сдавать пока что рано? Опять же, да, я не очень, как и в другом бизнесе, не очень любим говорить про планы, но основные все новшества с банками, они так фундаментально закончились, пока не поменяется сама платежная система, все примерно так и будет. Основные инновации лежат в сфере того, как деньги вплетаются в бизнес. И вот, мне кажется, тут можно развернуться и красиво выступить. Кстати, давайте развернем, вот действительно развернемся, как вы сказали. Вы смотрите на бизнес своих клиентов с точки зрения банкира, вы смотрите на бизнес большого количества компаний, вы можете, глядя на то, что происходит с платежами, с финансами компании, выделить те звезды, которые выстрелят, выделить предприниматели, которые идут к своему миллиону, что их отличает? Не знаю, наверное, это люди, которые видят возможности там, где большая часть видит угрозы. Мне очень понравилось, как-то мы встречались с клиентами, я помню, это было опять после очередного кризиса, когда очень сильно рубль упал и валюта выросла, а человек торговал фурнитурой для мебели, и вот эти всякие простые винтики, полтики, закрывашки, ручечки, они просто стали каких-то космических денег стоить. И он мне рассказывает про свой бизнес, я на него смотрю с жалостью, думаю, блин, чувак, что ж ты делать-то будешь, ну, там сейчас гораздо дешевле все научиться делать, и кто за эти деньги будет покупать, а он на меня смотрит и говорит, слушай, я вообще не парюсь, потому что, ну, у меня же не 100% рынка, если было бы 100% рынка, ну, я бы, понятно, переживал, у меня там 3-5, не, есть куда расти, пусть остальные падают, я буду развиваться, я подумал, офигеть, вот, ну, кажется, ты не ожидаешь такого клевого геройства и такого позитива от человека, который фурнитурой торгует, Борис, а вам есть куда расти? Вы еще готовы удивить бизнес-сообщества, журналистов, которые рассказывают о бизнесе? Мы еще услышим какие-то удивительные новости про Бориса Дьяконова? Я не очень стремлюсь, чтобы удивительные новости про Бориса Дьякона вы услышали, потому что, что я что-нибудь клевое сделаю, что с моста спрыгну, кликов будет примерно одинаково, кстати, с моста, наверное, их будет больше, мне тем не менее хотелось, чтобы бизнесы, которые мы делаем, чтобы они прям сильно меняли жизнь людей к лучшему. И как для тех, кто в них работает, так и тех, кто ими пользуется. И здесь, ну, честно, хотелось бы не сколько журналистов удивлять, сколько клиентов, которые бы говорили охренеть, я не думал, что это так просто можно сделать. А у меня такой вопрос. А, собственно, вне бизнеса Борис Дьяконов, он куда стремится, что такое будет для вас, ну, не пенсия, а выйти условно на покой? Вы в своих выступлениях часто поминаете великих педагогов, вы как в школе или в вузе будете преподавать? Или все-таки говорят, у вас есть большая страсть яхты? Большая у вас яхта, может быть, на ней жить станете? Да, я очень, я очень хочу прям много, годик-другой путешествовать и на яхте, если где-то потом удастся продолжить преподавать, я сейчас преподаю там один-два дня в неделю, то, ну, тоже будет клево. Борис, у меня странный вопрос. Вы на нескольких интервью, которые я видел, все время с этим большим черным кольцом, что это такое? Это может быть, да, нам страшно и интересно, мы не удержались. Ага, это есть стартапчик такой, называется Aura Ring, по большому счету это фитнес-браслет, сжатый до кольца, и он сон записывает, смотрит, как сильно ты в течение дня шевелишься, какие-то подсказочки дает, ну, в общем, фитнес-браслет. И что, помогает? Да, 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 одну вещь он дает точно понять, что обжираться и выпивать перед сном очень плохо, очень плохо. Спасибо, друзья. Могу вообще всем сэкономить кучу денег на этом гаджете и заранее сказать, чему он вас научит. Не ешь перед едой, я понял. И вот это, конечно, не то, чтобы это интересное место, я просто выступил тут невероятно. Он говорит, это у меня не кольцо, а фитнес-браслет. Не кольцо всевластия, кстати, говорит. Да, черное причем. Он говорит, все очень просто, можно не покупать, просто меньше жрать и бухать нужно перед сном. А я отвечаю такой, не ешьте перед едой, я считаю, что это лучшая шутка. А я считаю, что была лучшая проповедь от Бориса Диаконова, меньше жрать и бухать перед сном и вообще жизнь станет лучше. Ну да, наверное. Спасибо, друзья. Это было шоу Первый миллион, программа первичного накопления капитала на канале 1с битрекс для бизнеса. С вами был Денис Самсонов, Павел Кошелев и Борис Диаконов, человек, который очень скоро обязательно пересечет мир на собственной яхте. Борис, спасибо большое. Денис, Павел, огромное спасибо. Очень, очень приятно было. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова